Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В этом видео я хочу с вами поговорить про очень интересную тему, потому что один из самых частых комментариев под моими видео, это какую же работу можно найти в США, сколько там зарабатывают водители, а сколько там те зарабатывают. И это наткнул меня на мысль, чтобы записать вот это видео о том, какие профессии скоро исчезнут. Потому что, к сожалению, большинство людей, которые у меня спрашивают про ту или иную работу, они все приводят в пример те профессии, которым не так долго осталось. Поэтому надеюсь, что мое видео кому-то поможет и сможет уберечь от ошибок в выборе профессии. Особенно если вы там еще школьники или там студенты, только начали там учиться, может быть это и вам тоже поможет, я буду рад. В общем, я расскажу про профессии, которые скоро исчезнут на примере рынка американского и вообще в целом рынка развитых стран. Потому что, как правило, все это начинается здесь и потом рано или поздно придет в Россию и в другую часть мира, Восточной Европы и так далее. В общем, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Итак, наверняка, если вы смотрите какие-то другие каналы людей, которые живут в Америке, там за границей, то вот именно если говоря про Америку, то я часто натыкаюсь на вопросы и на видео людей, которые работают дальнобойщиками. Или там теми или иными водителями, или там спрашивают, или показывают, как они работают мувингом и так далее. На мой взгляд, ехать в Америку и работать дальнобойщиком, или работать водителем в Uber, там таксистом, еще кем-то, курьером или грузчиком, это все-таки не самая хорошая идея. Если вы все-таки хотите сюда поехать, то я бы вам советовал рассматривать другие профессии. Потому что, ну, на мой взгляд, это не совсем как бы круто. Я, конечно, понимаю, что здесь там водители, там дальнобойщики, не знаю, могут зарабатывать 5-10 тысяч долларов в месяц. И находясь в России, эти цифры кажутся огромными, но поверьте, в Америке эти цифры, особенно если брать штат Калифорнию, то вы еле-еле сможете семью на них прокормить. Поэтому не нужно думать, что если вы приедете сюда и начнете работать водителем на мувинге, там, или еще где-то в какой-то такой вот ручной, особо не требующих специальных навыков профессии, то у вас все будет зашибись, жизнью удастся и, не знаю, вы будете там купаться в деньгах. Конечно же, такого не случится. Здесь можно зарабатывать намного больше, заниматься более полезными делами. Здесь намного больше возможностей. Лучше вы этими профессиями занимаетесь дома. И если вы все-таки реально хотите переехать, то займитесь каким-то своим самообразованием. Сейчас есть интернет, обучитесь каким-то навыкам, чтобы приехать здесь и зарабатывать тому же программированию. Вы сможете приехать, тут устроиться, на работу зарабатывать вот 100 тысяч долларов в год на минимальной должности. И это будет покрывать всю эту работу, которую вы там себе мечтаете, смотрите у других блогеров, которые работают водителями и так далее. То есть вот реально просто остановитесь и подумайте, реально ли вы так сильно хотите в Америку, чтобы здесь работать грузчиком или там дальнобойщиком. Какие же профессии скоро исчезнут? Надо понимать, что большинство профессий, которые существовали в жизни за всю историю человечества, они уже исчезли. И это нормально, когда куча профессий исчезает, появляются новые. Например, такие профессии, как, не знаю, операторы лифтов, извозчики на лошадьми, а там операторы этих, знаете, сотовых линий, которые вручную переключали каналы связи, когда люди звонили по телефону. Этих профессий уже нет, хотя когда-то это была само собой разумеющаяся профессия. Вообще профессия там извозчиков, это по сути как современные таксисты, была одной из самых популярных в крупных городах, потому что она не требовала никаких особых навыков. Но сейчас оглянитесь вокруг, никаких извозчиков вы не найдете. Натолкнула меня, кстати, на это видео книга Ювалия Ноя Харари «21 урок для 21 тысячелетия». Очень крутая книга, она недавно вышла на русском языке, обязательно ее прочитайте. Я ее читал на английском, просто суперски показывает перспективу того, что нас ждет в ближайшие десятилетия. Осознание того, насколько никто не понимает и никто не знает, что с этим делать, как решать все эти проблемы автоматизации, исчезновения профессии и того, что куча людей потеряют работу. Поэтому, прочитайте, очень будет интересно. Итак, первая профессия, которая точно исчезнет, это, как вы уже поняли, я уже не раз это упоминал, это все, что связано с транспортом, с логистикой. Это водители, это там таксисты, курьеры. Потому что сейчас в Америке, на самом деле, многие говорят, что сначала появятся беспилотные такси, но я думаю, что все-таки вначале появятся беспилотные грузовики. Потому что уж очень денежная эта сфера, там огромные деньги. Абсолютно все логистические компании заинтересованы в сокращении расходов, которые им приходится платить водителям. И, по сути, уже есть все эти технологии, уже не все работают автопилотированием. Уже куча компаний, те же Google, Apple, Tesla, понятное дело, они все тестируют. И у них уже очень-очень серьезные наработки на эту тему. Единственное, какой барьер сейчас есть, это законодательный. То есть нужно, чтобы прошло чуть больше времени. Но, поверьте, когда этот барьер сломают, очень быстро произойдет замена всех водителей на беспилотных автомобилях. Конечно, это не значит, что все сразу лишатся работы. Нет, конечно, там в кабине будет человек сидеть, но ему сократят зарплату, будет меньше рабочих часов. И потихоньку просто люди из этой профессии уйдут, потому что так просто более эффективно. И это целесообразно. То есть это развитие и прочь прогресса не попрешь. Если вы хотите приехать в Америку, и вам как бы не важно, лишь бы в Америке вы там готовы водителем, таксистом, дальнобойщиком работать, то я вас прошу, пожалуйста, подумайте хорошо. Я не хочу вам навязывать, но просто здраво взгляните на то, что сейчас происходит, то, что сейчас Тесла готовит запуск самоуправляемого грузовика, что уже там, по-моему, компания Budweiser, по-моему, она уже пользуется беспилотными грузовиками, да, они там несколько грузов уже доставили. В общем, просто почитайте эти новости и сложите это все в логическую цепочку, куда это все идет. Так ли вам нужно ехать в Америку, чтобы работать здесь грузчиком, чтобы работать здесь дальнобойщиком, водителем грузовика или таксистом? Потому что если вы потеряете работу, находясь в своей родной стране, вам хотя бы, ну, уровень стресса будет намного меньше. Но если вы останетесь без работы, если вас заменят робот в чужой стране, то, поверьте, с другим языком, с другой культурой, поверьте, вам будет в разы сложнее. Поэтому одумайтесь, если еще хотите работать здесь водителями. Следующая сфера, в которой очень много профессий исчезнут, это разная, знаете, ручная сельскохозяйственная работа. Уже, в принципе, коровы доятся не вручную, как там бабушки в деревнях это делают, а в промышленных масштабах это уже делают роботы. То есть такие установки специальные, которые там все меряют, они там понимают, в каком коровы настроении, какое у нее самочувствие, можно ее сейчас доить нельзя. То есть уже настолько все сильно трекается, что там уже просто не нужны люди. То есть задача человека потом будет сводиться просто к контролю аппаратуры на большом каком-то фермерском хозяйстве. А сам ручной труд, он будет не нужен. То есть все эти, те же самые самоуправляемые автомобили, они придут и на поля, и будут сами просто ездить все эти там трактора и комбайны, и обрабатывать землю, собирать урожай. Уже это практически происходит. То есть если вот многие любят говорить, что ой, вот 50 лет назад говорили, что это исчезло, а это не исчезло. А вы просто вот посмотрите в сферу сельского хозяйства и посмотрите 50 лет назад, какие там были дела, сколько людей было задействовано и сколько на современных фермах задействовано людей. Очень мало. Сейчас одна небольшая семья может управлять огромным хозяйством просто потому, что уже настолько доступная, роботизированная там разные технологии. А дальше будет только больше. Поэтому лучше не идти в эту сферу, если только вы не хотите прям заниматься самими роботами, этими технологиями, разбираться там в этом во всем. Следующая индустрия, в которой тоже все поменяется, это швейная индустрия, это обязательно всякая почтовая индустрия, это индустрия, связанная с таким, знаете, ручным вводом данных. То есть это как Data Input Job. То есть это когда нужно вручную вводить из документов печатных в онлайн какие-то даты. Типа, знаете, как там анкеты люди заполняют, и вот вам нужно их все переводить в онлайн, когда они их вручную заполнили. Сейчас уже куча софта существует, которые позволяют это все переводить в цифровую версию. И если в вашем городе еще на эти должности набирают людей, то это не значит, что в ближайшие 5 лет это еще будет продолжаться. Потому что вот эти технологии, они уже настолько доступны, практически бесплатные, что нет никакого смысла надеяться на то, что А, ничего не случится, если что, пойду вот хотя бы на эту работу. Нет, не пойдете. Скорее всего, через 5-10 лет уже и таких работ для вас не останется. То же самое касается операторов колл-центра, то есть те, которые там в техподдержке работают, постоянно общаются с людьми. Они, особенно в Америке, это здесь чувствуется, потому что здесь люди все больше и больше предпочитают общаться с помощью SMS, с помощью сообщений, переписываться. Они тут в корпоративной среде, вообще имейл уже давно номер один средства общения. И все популярнее становится чат-бот, и вы наверняка сами все это видите в банковских приложениях. Вообще сейчас очень много крупных финансовых компаний, разных компаний, у которых большая служба поддержки, они сокращают персонал. Потому что технологии распознавания речи и искусственного интеллекта уже дошли до того, что в принципе уже чат-бот, он может понять запрос человека и правильно ему ответить. И поэтому вот я, например, здесь вот, когда мне нужно удалить или добавить какую-то услугу в своем сотовом операторе, там, на свою линию, я все делаю через их чат, и я не всегда знаю, переписываюсь я с человеком или нет, но мою задачу это решает, как клиента. Поэтому неважно, там сидит человек или робот, мою задачу это выполняет. Естественно, для компании, если там сидят роботы уже, которые все понимают, что я пишу, потому что текст намного легче распознавать, и понимать, в чем его смысл, чем речь, хотя и речь уже распознают, то, естественно, компания будет сокращать персонал, потому что, ну, это просто эффективней. Если посмотреть, наверное, многие видели знаменитую презентацию Google, показали, как робот может позвонить в конкретный ресторан и забронировать столик на то или иное время, и человек на том конце провода, который взял трубку в ресторане, не понял, что он говорил с роботом. И это уже вот настолько все близко, что реально скоро люди, которые просто общаются там, в техподдержках, или, ну, отвечают на какие-то типовые вопросы в колл-центрах, они будут не нужны, потому что уже все это будет заменено роботами. То есть, видите, мы говорим о таких профессиях, в которых не нужны особо какие-то сильные навыки, которыми можно очень быстро обучиться, они все скоро исчезнут. Я думаю, вы уже понимаете, что это реально может коснуться очень большого спектра профессий, и, наверное, вы задаете вопрос, что же делать, чтобы такого не произошло, как заставить себя вот быть конкурентоспособным. И ключевое здесь это постоянно учиться. Вот в этой книге «21 урок до 21 века» там автор говорит, что в ближайшем будущем перестанет полностью сломается модель, что вы после школы идете в университет, получаете профессию, и там всю жизнь можете по ней работать. Она уже, в принципе, не работает, но потом, через несколько лет, это будет еще более явно выражено. То есть, основной навык человека, который хочет быть конкурентоспособным перед все развивающимися технологиями, это постоянно развиваться самому, это постоянно учиться, обучаться, впитывать что-то новое, получать новые навыки. То есть, будущее за теми, кто не будет переставать учиться всю жизнь. Потому что там он пишет, что, скорее всего, цикл смены профессии он может достичь буквально двух-трех лет. То есть, каждые 2-3 года нормально будет, что вот эта вот самая низкооплачиваемая работа, она будет каждые 2-3 года пропадать, и людям, которые на ней работают, надо будет снова обучаться каким-то новым профессиям. Поэтому будущее и самая большая конкурентоспособность за теми, кто готов постоянно обучаться. Но где еще брать вот эту новую информацию, которую можно впитывать, как не в книгах? Но я понимаю, что не у всех есть время читать книги, потому что это занимает много времени, все люди занятые. Но я хочу порекомендовать телеграм-канал моего хорошего друга Алексея. Он называется «Книги на миллион», и в чем его суть? Он там выкладывает краткое содержание, такое, знаете, как summary, книг развивающих. Он не просто это пишет в тексте, он это записывает в виде аудиосообщения, которое получается такой мини-подкаст, который очень приятно слушать. Вы просто послушайте, как это звучит. Привет! Сегодня ты узнаешь не только о выводах с книги номер 66, но также познакомимся с чудовищным, я бы даже сказал, весьма странным экспериментом, который вселяет в меня тихий ужас. Я бросил вызов себе, своему бизнесу и вообще законам физики. И я решил встретиться с долларовым миллиардером из списка Forbes. В общем, очень классный канал. Главное, что все бесплатно, и реально каждый новый пост, каждая новая книга несет много пользы. В общем, ссылку оставлю в описании, обязательно посмотрите. Я сам постоянно слушаю его вот эти записи. Очень рекомендую. Идем дальше. Также исчезнет весь офисный и административный персонал. Опять же, здесь посмотреть буквально 10 лет назад, уже столько разного софта существует, который позволяет автоматизировать все управление командой. То есть, если даже брать такую вещь, как CRM-систему, то есть систему управления отношениями с клиентами, то когда-то давно в офисе сидел человек, который отвечал, ну типа как архиватор, что ли, который отвечал за введение карточек клиентов, за их всю сортировку. Сейчас этот человек не нужен. Все уже идет онлайн. Вы можете с телефона посмотреть, какой клиент на каком этапе. И вот такого софта, который позволяет автоматизировать командную работу, управление сотрудниками, там выплату зарплаты, то есть бухгалтера вот такие вот типичные, они уже тоже не нужны, потому что все уже считается автоматически, уже есть куча софтов, которые либо бесплатные, либо стоят реально копейки. Поэтому административная офисная работа такая вот, которая не требует особых навыков, вам просто нужно как-то работать с данными, она тоже уйдет. Потому что уже разные программы искусственный интеллект справляются с этим намного лучше, чем это делают люди. Потому что они всегда надежны, они никогда не спят. И тут же, да, его дают вам ответ, когда вы какой-то запрос туда отправляете. Еще одна сфера, которая тоже по... ряды которой поредеют, но я специально предупрежу, не воспринимайте это прям слишком буквально, но эта сфера, это архитектура, инженерия и строительство. Тут нужно понимать, я не говорю, что полностью исчезнут эти профессии, но роль и задачи поменяются кардинально. Таким настолько сильно, что те люди, которые сейчас какие-то архитекторы, которые вручную это все чертят на компьютерах, рассчитывают, они будут не нужны. Надо будет быть немного выше этого, управлять и заниматься какими-то более креативными вещами, чем вот этим всем подбором материалов, еще чего-то, формулы это все делать. Потому что уже сейчас существуют программы на основе искусственного интеллекта, которые позволяют генерировать форму каких-то деталей настолько эффективно, с учетом использования того или иного материала, что человек даже с 50-летним опытом работы в этой сфере, он не смог бы до этого догадаться. Наверняка вы видели вот эту картинку, когда какую-то деталь сделал человек, а другую сделал искусственный интеллект. И насколько она даже выглядит красиво, и самое главное, она легче в несколько раз. Но при этом ее прочность и свою задачу она выполняет так же, как и та деталь, которая тяжелее, соответственно, дороже стоит в производстве. То есть вот уже даже вот такие вот примеры, они показывают, насколько сильно все изменится. В сфере строительства то же самое. Уже есть там краны, роботы, которые сами там кладут кирпич, есть там 3D-принтеры, которые печатают дома. Понятное дело, что это пока не супер распространено, особенно если вы живете там в России, в регионах, смотрите из окна и что-то не видите роботов, которые строят вам дома. Но это не значит, что это не может быстро к вам прийти, потому что вспомните, как быстро в нашу жизнь пришел интернет, как быстро в нашу жизнь в России пришли компьютеры и смартфоны. Поэтому никто не застрахован от того, что то же самое произойдет и с этими сферами. Здесь крупные строительные компании сокращают персонал, потому что все меньше и меньше нужно людей. Такое происходит по всему миру. И точно это дойдет и до России. Поэтому эти профессии, они не исчезнут, но они очень сильно трансформируются. То есть вам придется выполнять какие-то... Если вы там строитель архитектор, вам надо будет больше заниматься именно творческой деятельностью, чем вот какими-то такими точными вещами, когда вы сами что-то чертите. Потому что это все будет уже выполняться компьютером. То же самое, кстати, можно сказать про дизайнеров. Уже есть очень много решений, когда, например, там вот в веб-дизайне, я просто работал много лет в веб-дизайне, уже есть программы, которые позволяют генерировать там дизайны сайтов самостоятельно. То есть не нужно самому там, как раньше, в программах сидеть, рисовать там все эти иконки, не нужно рисовать там все эти плашки там какие-то, еще что-то. Все уже генерируется. Есть даже это как процедурная генерация. То же самое там в каком-нибудь гейм-дизайне. Есть процедурная генерация уровней, когда не нужно самостоятельно там все кусты эти модельки, кустов, деревьев расставлять. Просто это все генерируется автоматом, искусственным интеллектом. И задача, получается, там человек, это не по левел-дизайнеру, просто точечно что-то там менять, какую-то, ну, логику другую чуть постраивать, но не с нуля это все делать, как это требовалось раньше. Поэтому все меняется, человек начинает выполнять более творческие функции, поэтому главное это развиваться, развивать свой мозг, не останавливаться на достигнутом, постоянно искать какие-то новые вещи, которые вы можете узнать, какими новыми навыками вы можете овладеть, и тогда вы сможете быть конкурентоспособными. Очень рекомендую почитать вот эту книгу про 21 урок для 21 века. Также оставлю ссылку на Оксфордский отчет о роботизации и ее последствиях, если кто знает английский. Английский, кстати, один из навыков, который обязательно нужно знать в современном мире и в мире будущего тоже, поэтому обязательно учите. В общем, для тех, кто знает, оставлю ссылку в описании на этот Оксфордский отчет про роботизацию. Очень интересно, почитайте, о каких сферах там все есть. Ну, я, в принципе, вкратце это и рассказал в этом видео. Все, друзья, надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, что об этом думаете, узнали ли вы что-то новое. Не забудьте подписаться на канал, поделитесь этим видео с друзьями. Ну, и напоминаю, что если вам нужна виза в Америку, хотите посмотреть на все это великолепие самостоятельно, то мы можем вам помочь получить туристическую визу в США. У нас визовый центр, мы делаем визы вообще по всему миру. Ссылку ищите в описании, читайте там отзывы и оставляйте заявку. Все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok